Добрый день, меня зовут София Зирианова, я руководитель отдела мастер-фантазинка фонда «Подари жизни». В фонде я уже 5 лет работала в службе, занималась спутепроектами, у меня большой рот от работы с рекламными агентствами и с диджитал-агентствами. Я запускала мобильные приложения фонда, делала рекламную кампанию для продвижения нашей коробки номера 6162, снимала ролики. И пример, на котором я хочу рассказать о своей воле в работе с различными личными агентствами, это пример запуска нашей платформы волонтеров-фантазинок «Подари жизни». В 2015 году мы решили сделать платформу для людей, которые хотят собрать средства в фонде фонда самостоятельно. Это был запрос снизу, но очень сложная тема, волонтерский фантазинг. В 2015 году мы мало кто понимает вообще, что это такое, тем более это сложная тема для коммуникации непосредственно с нашей аудиторией. И мы решили, что с самим надо не справиться, внутри мы должны обратиться к профессионалам, к нашим агентствам. Сначала выстроить коммуникационную стратегию, как рассказать, что такое волонтерский фантазинг. И, собственно, слайд номер один. Это урок номер один. И это, собственно, урок про этику. Крупное агентство, я не буду называть, его Руберос, разработало нам компанию продвижения платформы волонтерского фантазинга. И, собственно, провокационную для продвижения фонда, которую предлагают дети. Это была серия банков, примерно вот такого содержания. И в перспективе роликов, которые должны были рассказать, что такое волонтерский фантазинг. Урок номер один, который я хочу рассказать, это поставьте границы риска, если вы работаете с рекламными агентствами. Задача рекламного агентства зачастую победить в фестивале, поднять хайп, а никак не решить вашу задачу. Наверное, нужно строго обозначить, где вы готовы рискнуть и поиграть в санкеттории, где нет. Для каких-то фондов, которые, например, помогают ВИЧ-инфицированные, тема секса рекламная допустима, для пациентских фондов не очень допустима. И такие вещи нужно обговорить на этапе рифа и технических заданий агентства. Урок номер два. Это урок про то, что нужно четко сформулировать масштаб задачи и, главное, критерии оценки эффективности работы рекламного агентства или диджитал лагерства. Если вы придумываете компанию на awareness, то это общую осведомленность по вашему фонде, вы должны четко понимать, в чем вы любите мерить и как вы любите мерить. Если ваша задача продвинуть донорство крови, вы должны продумать, как вы будете замерять, сколько доноров пришло и сдало кровь по итогам вашей рекламной кампании, диджитал кампании. Зачастую агентствам, когда они приходят в фонд, и в частности в наш фонд, в крупный фонд, они говорят, давайте мы сделаем классную рекламную кампанию и расскажем, что детский рак лечится. Это не наша задача, у нас есть более локальная задача. Привлечь доноров крови, привлечь волонтеров, привлечь волонтеров-фондрайзеров. И в этом смысле довольно сложно переключить агентство, которое хочет спасать мир и делать рекламу про Супермена на вполне конкретную задачу, которая должна быть решена шансовым кампаниям. Следующая история, это история про вовлеченность команды. Это относится не только к рекламным и диджитал агентствам, но и вообще история про сложные проекты с коммерческими кампаниями. История про вовлеченность команды в проект. Очень распространенная история, когда руководитель компании хочет помочь искренне НКО и подоставить свои ресурсы. К сожалению, исполнители могут не так позитивно встречать эту инициативу. Для них это переработка. Какие-то исполнительные случаи в диджитал агентствах, с рекламными агентствами, они могут быть вообще на аутсорсе, они не включены в проект и, в общем-то, не очень заинтересованы в результате. Поэтому мой совет вам собрать, все-таки найти возможность собрать всю команду, встречаться не только с проект-менеджером и с руководством, а непосредственно с исполнительными дизайнерами. Если нет возможности встретиться с ними вживую, собрать их по скайпу и немножко включить, собственно, в ту деятельность, которой вы занимаетесь. Потому что иначе вас ждать может неожиданности. В частности, когда мы делали наш сайт в Фрэнс, мы столкнулись с тем, что руководство нашего технического разработчика было крайне заинтересовано в том, чтобы нам помогать. Дизайнер был крайне заинтересован в том, чтобы нам помогать, но нашей болью был непосредственно программист, которому было, в общем-то, все равно на то, что происходит. И следующий урок как раз про программистов. Может быть, картинки не похожи, но проблема с ошибкой 4.4 – это тоже боль. Опять же, когда мы делали сайт в Фрэнс, мы максимально подробно расписывали техническое задание на создание этого сайта. Мы прописывали как раз по практически нашей рекомендации, как сайт должен жить через год, какие задачи он должен решать через год, как мы должны его развивать. За 10 дней до запуска сайта, когда я заходила как пользователь, я не могла не зарегистрировать компанию по скорую средств, не пожертвовать, не отредактировать, не работало и ничего. И программист в свое время говорил, это все легко, я сейчас все сделаю буквально один день, одну ночь. Мы выпустили сайт на 30 дней позже, чем планировали, в недоработанном виде, и многие недоработки существуют до сих пор. Мой совет – не только грамотно составлять техническое задание, но и искать каких-то друзей программистов, каких-то знакомых внешних, которые способны оценить этапы этого технического задания и реальность поставленных сроков. И все сроки после этого уношены на два. Тогда у вас все получится. И возвести с технического позже, если у вас есть сроки, вы честны правы. На самом деле, иметь знакомых хороших программистов, далее – это самое поганное, что можно сделать. потому что правило знакомые ребята, либо дадут не объективную оценку, либо действительно являйтесь не объективным специалистом по данному направлению. Для вас, как для руководителя, самое святое, что можете вы сделать, потратить свое время, это заказать условно проект, у вас есть договор, у вас есть контроль, у вас есть контроль, у вас есть контроль, у вас есть задача, у вас написаны сроки. Соответственно, с этими документами, бумажкой, да, вы вправе требует от исполнителя этих выполнения. Если, соответственно, у вас сайт не работает, и у вас не было этой бумаги, да, условно, да, получается, или у вас были какие-то документы? Когда мы говорим о работе программона, очень часто у нас нет документов. Нет документов. Да, здесь должна быть какая-то гарантия, да, либо опыт конкретного программиста. Потому что если у программиста нету спроса, нет гарантии какой-то бумажки, допустим, гарантии его работы, то, естественно, сроки у вас будут растягиваться настолько, насколько это все возможно. Самая простая проблема, как необходимо ее решить, допустим, да, как оценить объективно эту работу, которую сделал программист. Обратитесь в две-три компании, потратите, да, лишнее время, лишний, там, даже в полдня и день. Обратитесь к специалистам, попросите, чтобы они посмотрели ваш проект. Они указали на тени явный достаток технического, да, либо чисто статистического по оформлению плана, которые имеются, и предоставьте все эти замечания своему исполнителю. Если он исправит их, замечательно, во-первых, вы самостоятельно разберетесь с данной проблемой, а во-вторых, соответственно, вы абсолютно бесплатно получаете объективную оценку. Поэтому, просто обратившись в компанию, я думаю, вам, ну, не откажутся вашими, скажем так, проблемами, да, провести бесплатный аудит вашего сайта, что те проблемы, которые имеются. Имея два-три таких заключения, вы результаты можете подойти, увидеть общие точки пересечения, в связи с этим получать максимальный результат. Я думаю, что это сложная эфемерная задача, и дать его в акт-фомуде не делал никто, то даже заказ аудита у внешней компании – это очень сложный период брифования, ответа на вопрос, а как это работает, почему выиграна именно такая система и так далее. Счастую, просто у нас в НКО нет ресурса для того, чтобы администрировать вот эту работу. Поэтому совет... Коллеги, давайте я вот сейчас продолжу, да, у нас последняя минута, и... Да, и, да, собственно, вот, последнее, о чем мне хотелось сказать, это прям в любимое в последнее время слово «консистентси», это про последовательность вообще всех ваших действий внешних. Опять-таки, неважно, будет рекламная компания, будет диджитал компания, или любая видная внешнему пользователю коммуникация. Если вы сделали вау-компанию и продвижение конкретного способа пожертвования, по привлечению волонтеров или по продвижению какого-то проекта, то ваша целевая аудитория, ваш благотворитель, волонтер, донор, он может растеряться, потому что до этого он жил в ситуации вашего простого сайта-визитки и увидел крутую онлайн-игру, там, не знаю, диджитал компанию о включении в какой-то проект. Главное, что диджитал компания закончится, и он вернется на сайт-визитку, и он получит вашу стандартную e-mail-рассылку, которая будет плохо сверстана, и у него будет разочарование еще больше, чем, собственно, до запуска вашей диджитал компанию. Поэтому мой совет, всегда подумайте перед запуском любой внешней активности, особенно в интернете, что ваш благотворитель получает еще, и насколько эта активность впишется в тот ландшафт, на котором вы находитесь. Продолжение следует...